Дети, Денис, Джой, Ребекка, 1 секунду сюда. Привет, я Денис, а я Джой, а я Ребекка. Читаем с папой Библию. Ну что, будем читать Библию, да? Да. Будем продолжать про Иосифа читать, да? Да. Хорошо, Денис, какая глава мы читаем? Ботия, глава 37, 12 до 22. Хорошо, Джой, начинай 12 стих. Джой в первом классе, она учится еще читать, да? Ну молодец. Братья его пошли пасти скот отца своего в сихем. Сихем. Вопрос, кто знает, что такое слово скот означает? Скот? Это котик. Котик, Ребекка думает. Это худые коты. Это коровы. Скот это животные. Животные, какие животные? Лев. Такие худые, хорошие. Скот, что такое скот? Скот это корова или... Это овечки, да? Это коровы, может быть. В данный момент овечки, да? Братья пасли скот. Чтобы не говорить овечки, бараны и все так дальше. Просто одно слово есть. Скот, да? И они пошли пасть скот в другой город. Сихем это называется город, да? В этот город долго надо идти. И они не приводили свои животных каждый день домой ночевать. Они уходили на целый месяц. Пока там маленькие овечки аж вырастали большими. И долго там были. Они там и ночевали. Они там и кушали. Они там спали. Они с собой набирали очень много еды и уходили. И вот братья Иосифа ушли пасть скот. Пасть овечки, да? И папа начал немножко о них переживать. Помните, да? Ребекка, давайте прочитаем дальше. 13 тих. И сказал Израиле. Еще раз, кто такой Израиль? Израиль это был отец сыновей. Да, отец сыновей. И Иаков, да. Бог ему понял. И сказал Израиль Иосифу. И сказал Израиль Иосифу. Братья твои не пасут ли в Сихеме? Не пасут же в Сихеме. Он говорит, братья твои пасут. Вот там далеко в городе, да? В другом городе, да? Пойди и я пошлю к ним. Пойди и я пришлю к ним. Что отец говорит? Я хочу тебя послать к ним, чтобы ты пошел. И как вы думаете? В прошлый раз мечтали, что Иосиф знает, что его братья ненавидят. Сколько раз? Дегоненько ненавидят? Три-четыре раза. Сильно ненавидят. И они находятся далеко. И думаете, Иосиф хочет идти к братьям своим? Вы пошли бы, хотели бы пойти кому-то делать добро, кто вас сильно не любит? Нет. Ну, а как делает послушный сын? Как делает послушный сын? Он идет. Он идет. Иосиф отвечает. Вот я. Что это значит? Я пойду. Я пойду. Я готов. Да, Ребекка? Я готов. Я сейчас готов. Всем, о чем занимался, все, что он делал, он быстренько встал. Не говорит, подожди, папа. Слушайте, первый урок, который мы сегодня взяли, что когда папа что-то просит, то надо как отвечать? Хорошо. Сразу. Вот я. Я готов. Это поступает по-христиански так. Иосиф был успешный, был хороший. И у Иосифа мы можем учиться, да? Джой, какой первый урок мы сегодня получили? Ну, что надо отвечать. Отвечать, соглашаться сразу. Сколько раз папа звал Иосифа? Один раз. Один раз. Иосифу хотелось так ему братьем? Нет. Нет, но он идет, потому что знает, что это хорошо слушаться, да? Денис, ты читаешь 14 стих. И сказал ему, пойди посмотри взрослый. Здоровый? Здоровый, иди, братья, твои. и цель и скот. Цель ли скот. И цель ли скот. Мы говорили об этом слово скот, это животное, да? Понеси мне ответ. И послал его из долины долины. 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 Хевронской. Хевронской. И он пришел в Сихеем. Да, Хевронской. Они жили в долине Хевронской, и там все скот, все съели всю траву. Больше не было, что пастись, поэтому они что сделали? Они пошли пасти в Сихеем, да? А так как я говорил, с Сихем далеко был, то каждый день они не могли приводить животное домой. Они там оставались как долго? Могли оставаться несколько месяцев. И папа переживает. Папа переживает. Их детки дома, жены дома, что такое. И он посылает Иосифа. Он знает, что Иосиф пойдет и всю правду скажет, да? Он не скажет, как ты договоришься. Очень правду. Да, правду скажет. И он посылает Иосифа. Как будто бы он верующий. Он был верующим? Джой, а ну прочитай стих пятнадцатый. И нашли Нашел Нашел его Некто. Что такое слово Некто? Некто? Это какой-то любой человек. Не знаем, как его звать. Некто. Мы идем, вот Некто пошел по дороге. Мы не знаем, кто это такой. Мы знаем, что это какой-то человек, да? Блуждающий. Блуждающий. А что это означает блуждающий? Не знаю. А что, ты заблудился? Ты заблудился, ты как будто что-то ищешь. Если человек просто идет куда-то по дороге, мы к нему думаем, что он ходит так. Нет. Мы знаем, что он куда-то идет. Откуда-то в магазин пошел и домой шел. А если мы видим, он идет, заглядывает, потом назад вернулся, смотрит, потом другой рассмотрит. Мы думаем, что-то, скорее всего, он затирал. Правда? Или когда в лесу идешь и когда посередине леса вот так стоишь. И вот этот человек не кто видит, что кто-то блуждает по поле. Кто блуждал по поле? Иосиф. Иосиф. А ну дальше читаем. В поле сам и спросил И спросил его его тот человек говоря чего ты ищешь. Да, чего ты ищешь. Вот видим иногда, да, кто-то и спрашиваем и тоже чего-то ищешь. И вот этот человек, Библия не сказала, как его зовут, и для нас это не важно. Для нас важно, что если мы видим, что кто-то ищет, что-то, что-то это, то надо взять и помочь. И смотрите, что Иосиф говорит. И сказал, я ищу братьев моих, скажите мне, где они пасут? Посмотри, Денис, если папа тебе подал задачу, Денис, иди на улицу и там лежит что-то, принеси домой. Если ты пойдешь на улицу и увидишь, что там его нету, что ты пойдешь? Искать. ты, кажется, пойдешь назад до меня и говорит, я не нашел, там нету. Правда? Дебека, ты тоже так попустишь, да? Нету, я не пошел. Ты посмотришь другое место? Джо, ты будешь смотреть? Так иногда мы поступаем, так иногда я поступаю, даже мама говорит ко мне, иди там в комнате лежит эта вещь. Я посмотрел, нету. Прихожу, да нету этой вещи, да? А надо поискать, надо спросить. А потом мама пришла и нашла. Второй урок, да? Что когда тебе говорят найти, то не просто надо посмотреть, есть или нет, надо поискать. Он сказал, я ищу братьев мои, скажи мне, где они пасут? Денис приходит и Ребекка спрашивает, или Джой, Ребекка, скажи, ты это видела? Ты это брала или нет? Это правильно спрашивать, интересоваться, чтобы папе маме помочь. Дальше Ребекка, читай 17 стих. И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем дофан. Вот смотрите, вот здесь жил Иосиф, да? Они перешли в этот город Сихем, да? Иосиф побыл в Сихеме, не нашел братьев, что ему надо делать? Дальше Тихем. Пойти домой. Папа сказал ему идти в Сихем, да? Но Иосиф узнает, что братья пошли аж дофан, аж туда вот где-то, Джой смотришь, да? Иосиф так подумал, наверное, я так далеко не пойду, да? или он знает, что папа, главная задача папа, чтобы он занес им кушать и узнал, как ли они себя чувствуют, может быть, кто-то заболел, может быть, что, да? какая главная задача, прийти в этот город или найти братьев? Найти домой. Найти братьев. Найти братьев и потом прийти домой, правильно. Иосиф, что подумал, они далеко, они очень далеко, ушли дофана, это очень далеко. Почему они ушли? Он не хотел. Потому что здесь, в Сихеме, всю траву уже выяли, животные, и не было, что кушать. И они решили пойти домой. Мы не знаем, правильно они это сделали и неправильно, что так далеко пошли. Но мы знаем, что Иосиф показал, что он настоящий человек. Мужчина. Он, да, он хочет сделать то, что его отец попросил. И дальше, говорит 17, все-таки Дебека продолжает. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их и нашел их дофани. Дофани. Увидел, вот там братья мои пасут. И обрадовался. Наверное, даже быстрее начал идти, хоть он очень сильно устал. Мы не знаем, и шел он пешком или, возможно, скорее всего, что у него был ослик. Потому что он шел очень долго, ему надо было долго идти и еду еще нести для всех братьев. Но Библия не говорит, Бог был ли ослик или нет, но говорит то, что он пошел. Лошадь? Не знаю, лошадь это очень дорогое удовольствие. Я не думаю, что лошадь, возможно, ослик. Дайна, считай 18. ослик. И увидели они его издали. Издали. Что это значит? Еще далеко они видят и они узнали. Это, кажется, Йосиф. Одежда такая, да? И, наверное, Ребекка сильно обрадовалась, что видели Йосифа, да? Да, Джой? А ну, давай посмотрим, насколько они обрадовались. И прежде, нежели они приблизили к нам, стали умышлять против него, чтобы убить его. Да. В прошлый раз мы читали, что они ненавидели, они не любили Йосифа. И когда человек не любит кого-то, ненавидит, даже когда тот человек хочет ему сделать добро, они все равно хотят сделать зло. Поэтому, насколько важно, что в нашем сердце было какое, Ребекка, сердце наше? Хорошее. Грязное? Хорошее. Чистое. Чистое сердце. Потому что, если там появляется что-то плохое, есть такая песня «Охрене свое чистое». Чистым сердцем, да, очень хорошая песня. А в этих братьях было уже грязное. Он делает им добро, он приносит им кушать. Кусеньки. Приветствую от братьев. Они что думают? Они думают, хорошо, папа далеко, здесь никто ничего не видит, не знает, какое же зло нам надо сделать. Если сердце грязное, да, и когда никто не видит, ни папа, ни мама, иногда дети думают, что-то сделать, а они просто не хотят. Иногда думают, да, дети какое-то зло сделать. За компьютер залезть, что-то делать без разрешения. Это зло. Или телефон взять, что-то, да. и сказали другу, другу, вот, идет, идет, сновидец. Да, такое слово старый сновидец, сейчас его тоже не говорят. Это человек, который видит сны. И это сны он видит, который не просто там приснилось, а что-нибудь, а важные сны приснилось. Мне кажется, что Ребекка хочет скоро тоже видеть сон, да? Так же рот открывает хорошо, скоро уже будем заканчивать, еще только два стиха осталось, да? Когда они начали говорить сновидец, как вы думаете, они радовались? Вот сновидец идет, нам еще какой-то сон расскажет. Да. Вы думаете так? Нет. Вот это сновидец идет. Мы помним, что ему приснился сон, что мы должны ему поклониться. Давайте мы сделаем что-то, чтобы этот сон никогда не сбылся. Что они подумали? все равно сбылся. Все равно сбылся. Как вы думаете, они радовались или они недовольны были? Они не знали этого. Вот давайте думать за свое сердечко. На кого больше наше сердечко похоже? На Иисуса. На Иисуса. На братья Иосифа? Или на Иосифа, да? На Иосифа. Дальше говорится, Ребекка, и пойдем теперь. И пойдем теперь. Еще Иосиф подходит, а они уже взлозу его думают. Мне кто-то говорил. И убьем его. Очень много раз мне какие-то люди говорят, что Иосиф очень похоже на Иисуса. Правильно говорят, да? Что тебе самое больше нравится, Иосифе? Что он никогда не обманывал. Никогда не обманывал. Джой, что тебе самое больше нравится, Иосифе? Как он стал царом. Как он стал ответственным в Египте. Мы еще прочитаем это место. Ребекка, а что тебе? Давайте скажем, что вам сегодня, сегодня, чтобы он нравился, больше всего. Что его сон сбылся. Сегодня сбылся сон? Что его сон не сбылся. Сейчас его сон кажется, как будто бы никогда не сбудется. Его братья хотят, чтобы сон его никогда не сбылся, да? Ну, это никогда не сбылся. Вот сновидность идет, да? И читаем с Ребеккой. И пойдем теперь. И пойдем тебе. И убьем его. И убьем. Мы знаем, что они хотели убить, чтобы сон никогда не сбылся. Да. Но старший брат сказал, что лучше не убивать, а просто его кинуть. Но у него был план, чтобы его вытащить и назад как же. Ты хорошо знаешь. И бросим его в какой-нибудь рот. В английский сон только. И бросим его в какой-нибудь ров. Знаешь, как ров? Ровы только большая. Большая, глубокая яма специально выкопана. Когда дождь идет, чтобы она наливалась туда и было. И когда летом там дожди найдут, то чтобы это могли оттуда брать яму. Да. Ну, там была вода, Сделать колодец. Там уже не было воды, да? Скажем, что хищный зверь съел его. Да? Угу. Скажем, что хищный зверь съел его. Скажем, что с ней кровь положили. И увидим, что будет из его снова. Вот они говорят, почему они хотят это зло сделать. Потому, что они знают, какой ему сон проснился. Да? но не все братья были такие плохие. все братья были это. И услышав с ее Рувим, помним, что Рувим был какой брат них? Самый младший. самый старший. Да, есть на Рувима, да? Потому, что Рувим показал пример. Давайте не надо убивать. Не надо обман. Не надо с этого смеяться в школе. Да? Как вы думаете, Денис, вот, было ли тебя в школе такой пример? Сколько стихов? Мы все стихи дочитали? 21, 22? Еще сейчас читаем. Я хочу спросить вас. Пока Джой тоже думает. Было ли тебя в школе такое, что хотят какое-то плохое что-то сделать, а ты сказал мне делать? А ну расскажи. Один раз кто-то не сказал, потому, что кто-то нам сидел и кто-то из моих друзей сказал, давай пойдем с ним драться. сказал, не, я не хочу такого. Правильно, Джой, тебе что-то было такое? Все сказали что-то взять или как-то? Ну. Не помнишь, да? Но Ребекка еще дома, да? Она послушна тоже, да? Денис, давай читай последний 22 стиль. И сказал ему не продлевайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него, сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу. Да, его желание было, когда они уйдут спать и куда-то далеко он придет к рва, быстренько вымет Йосифа и скажет пеги домой. Это было хорошее желание? Нет. Хорошее желание отпустить ему домой. Но оказывается ему это не получилось. Мы конечно же прочитаем в следующий раз. Уже Ребекка спадки хочет, а? А я нет. Ты нет? Нет? Я хочу гулять. Ты хочешь гулять? Хорошо. Давайте будем идти, чтобы дальше прочитать. гулять.